ДРОП 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 Итак, мы перешли к заключительному этапу создания нашего трека. Мы должны закончить этот трек, написав второй дроп. Можно не заморачиваться, можно использовать первый дроп, который мы написали ранее. Но это будет скучно. Можно поменять ритм, можно поменять мелодию. К примеру, основного лидирующего инструмента. Но звук-то останется прежним, и тембр останется прежним. Это будет скучно. Поэтому попробуем что-нибудь другое. Что-то другое, это, конечно же, должно быть в рамках трэп-музыки. Ведь мы пишем трек жанра трэп. Давайте подумаем, какие еще поджанры можно использовать. Трэп мы уже попробовали. И карнивал у нас был в части, где звучит рэп. Собственно, это здесь. Но мы не пробовали фьючер-бейс. Фьючер-бейс тесно связан с оригинальным трэпом, но мы его не использовали. Так давайте же попробуем написать дроп в жанре фьючер-бейс. И будет достаточно оригинально. Когда сначала идет трэп, а затем идет фьючер-бейс. В первом дропе пищалочный такой трэп, мейнстримовый. В втором дропе уже что-то более мелодичное. И что же нам потребуется? Нам, конечно же, потребуются инструменты из предыдущего дропа. Мы можем взять из первого дропа вот такой вот бас. Чтобы этот инструмент связывал в единое целое второй дроп с остальными частями трэка. Также возьмем кик со снейром. Перетащим эти главные ударные в дроп. Вот такой вот тембр снейра также способствует фьючер-бейс звучанию. Потому что он подходит как для трэпа, так и для фьючер-бейса. Своим и пробивным, и одновременно нежным звучанием. Разумеется, надо будет снейр расставить по всему дропу. Вот так вот берем его и расставляем. Вот таким вот образом. Пускай снейр везде бьет. Также нам потребуется 808. Можно завязать тот же 808, который мы использовали в предыдущем дропе. А именно вот этот 808 бас. Естественно, мы не будем писать слишком нежный фьючер-бейс, потому что он не будет сочетаться с остальной атмосферой трэка. И нам нужен главный синт, который, опять же, занимал бы весь частотный спектр. А именно фьючер-бейс аккорды. Очень просто крутится из двух пилообразных волноформ. Модуляция на уровне громкости. Тут фильтр, в принципе, не имеет значения. Он здесь не используется. Затем дитюн. В обработке хорус и хайбер-дименшн для того, чтобы звучало красиво и широко. Компрессия для того, чтобы плотно звучало. И реверберация. Также я сделал вариацию помедленней. Это, опять же, для разнообразия. Мы можем чередовать то партию вот этого синта, то партию более медленного синта. Приступим. Но для начала нам нужен трафарет тональности. Берем Aeolian и ставим подсказочку такую вот. Надо побольше захватить нот. Достаточно большой диапазон получился. И у нас будет не особо короткая мелодия. Поэтому сделаем вот так вот. И еще вот так вот. И опять же Ctrl-Alt. Заживаем Shift. И левую клавишу мыши перетаскиваем. И вот у нас получается такой достаточно длинный трафарет тональности. А именно Fa-минора. Что делаем далее? Теперь начинается аранжировка. У нас 8 квадратов длится дроп. Значит нам нужно придумать фьючер-бейс мелодию на 8 квадратов. Проще всего начать писать аккорды, ориентируясь уже на то, что у нас есть в плейлисте. Давайте послушаем. Вот. У нас сначала звучит бас. Я его сюда поставил. Давайте послушаем разгон для начала. И да, я забыл про сайдчейн. Здесь у нас пускай звучит бас. Будет необычно. Что начинает звучать фьючер-бейс. Дроп. Вместо дропа другого рода. Давайте я поставлю еще сайдчейн. Вот здесь вот на снейр. Нам нужно будет писать аккорды с того места, с которого уже аккорды могут играть, не конфликтуя с вот этим вот басом. Если поставить на слабую долю вот сюда вот кик. То неплохо будет звучать, если вот как раз отсюда будут начинаться эти самые аккорды. И не забудьте подвергнуть аккорды сайдчейну. Но прежде чем как начать непосредственно аранжировку, нам нужно будет эти аккорды обработать. Давайте напишем какой-нибудь все-таки аккорд, чтобы нам было от чего отталкиваться. Выберем корневую ноту фа. Вот здесь вот будет начинаться аккорд. Вот эта область, это область звучания баса. Здесь после снейра будет тишина. И вот тут здесь вот есть уже удар кика и как раз снейр. Пожалуй, стоит трафарет тональности сделать еще более широким. Вот так вот. Итак, я делаю ноту фа. Ниже делать не имеет смысла. Слишком жестко. Вот здесь должен быть уже 8-й бас под этими аккордами. Вот на аккаву выше. И давайте сделаем пауэр аккорд. То есть квинту. Вот так вот. Далее можно посерединке вот так вот поставить здесь малую терцию. У нас уже получается минорное перезвучие. Можно еще на аккаву выше фа. И еще сделать квинту вот так. Вот. И подлиннее как бы этот аккорд сделаем. Вот до сюда, потому что здесь уже снейр начинается. И аккорд будет прерываться. Вот. Как это звучит в контексте дропа? Вот. У нас уже есть аккорд. И теперь мы должны этот инструмент обработать. Сперва мы его насытим сатуратором. Преобладать будут средние частоты в обработке. Затем мы его сжимаем компрессором OTT. Как вы видите, низы я редуцировал. Их не нужно обрабатывать, потому что этот инструмент средний и высокочастотный. На низких частотах 288 бас присутствует. Поэтому в дальнейшем все надо будет еще срезать эквалайзером вот эти низы. И эквалайзером я прибираю область 20 кГц, потому что компрессор OTT добавляет свои негативные призвуки, если вы забыли. Я срезаю более резко, потому что не стоит делать аккорды столь яркими. А теперь слушаем. И вот с помощью 5-фильтра Pro-Q я слегка прибираю область 12 кГц. Итак, аккорды у нас звучат легко, но у них чего-то не хватает на низах. Нам потребуется теперь 808 бас. Вот 808 на ноте F4. Итак, вот я ставлю 808 в плейлист. Теперь можно вернуться к аккордам, продолжить их писать в соответствии с тем, что у нас происходит в группе. И, собственно, будем с того момента, когда начинает играть кик, строить еще один новый аккорд. И чем удобно построение аккорда? Вот на самой низкой ноте. Самая низкая нота, которая есть в аккорде, в моем случае это F, та же нота должна быть в 808 басе. Сейчас эта нота вот здесь вот, эта нота F тоже. Вот. Ну что ж, пишем дальше аккордовую прогрессию. Аккорды нужно писать таким образом, чтобы они все с собой сочетались. Точно так же, как должны сочетаться между собой все инструменты и все части трека, что мы с вами разбирали до этого. Представьте, что вы слушатель этого творчества, и вы не ожидали услышать фьючер-бейс-дроп. И вот вы слышите аккорды, и вы думаете, вот неужели действительно фьючер-бейс? И если второй раз поставить играть аккорд, то, по идее, этот второй раз, когда аккорд сыграет, он должен подтвердить, типа, да, это действительно фьючер-бейс. Только я сделаю его покороче, потому что вот в этом месте уже начинает играть снейр. И это клево звучит, когда снейр берет и прерывает звучание аккорда, делая некий акцент. Теперь слушаем, что выходит. Добавив предварительно 808-й, я опять же добавляю 808-й на ноте фа. Вот что выходит. Дальше можно писать уже аккорд другой. Эпичнее будет, если вы сделаете его ниже, потому что если аккорд будет как бы наверх поднимать, то будет, конечно, красиво, но нам такая вот сверхнежность, когда все идет вверх, не подходит. Нежность неуместна вот в этом дропе, прям чрезмерная. Потому что у нас первый дроп был достаточно мощный, поэтому мы и будем пониже делать что-нибудь. Берем какую-нибудь ноту, которая звучит пониже на парочку полутонов. До диез. Ну, я сделал так, чтобы она вот начиналась как раз на тот момент, когда у нас на слабую долю бьет кик. Пока что звучит вот так вот. Построим аккорд примерно так же, как я строил предыдущий аккорд. На октаву выше поднял я. Вот здесь вот квинта получается, как я тут и строил квинту. Трезвучие минорное не получится. Получится мажорное. Потому что вот это у нас терция большая. Корневая нота, первая ступень, то есть... Опять на октаву выше. Все очень просто. И вот как будто нота прям просится какая-то еще более низкая. Нужно еще добавить в 808 бас. Можно еще кик добавить вот такой посерединке аккорда. Будет явно ощутим художественный эффект от сайчейна. Ну а здесь было бы неплохо еще бас поставить. Снова. Не страшно то, что он так часто будет. Мы же можем еще его разнообразить с помощью автоматизации. Какой-нибудь ручки, как мы, к примеру, вот здесь вот делали в дропе. Вот автоматизировали макроконтроллер в синтезаторе. Давайте теперь чуть аккорды разнообразим. Хотя бы вот один аккорд. Еще что нужно делать? Надо бы продлить вот эту вот ноту внизу. И какую-нибудь нотку, которая входит, конечно, в тональность. Можно добавить где-нибудь в аккорде. Вот так вот, к примеру. Просто чтобы был небольшой призвук периодически. Вот у нас уже есть какая-то вот идея. По сути всего лишь два аккорда я сделаю. Вот первый аккорд и второй аккорд. А уже у нас есть какой-то набросочек. Так, надо бы еще вот тут поставить кик. Вот так вот. И тем временем мы замечаем то, что одну восьмую дропа мы уже написали. Но мы продолжаем действовать. Добавляем новый аккорд. Если вы не знаете, какой новый аккорд добавить, вы можете взять первый аккорд, вот так вот поставить. И просто убрать в нем пару нот. Только не нужно его, конечно же, ставить туда, где звучит бас, который может его перекрыть. Если мы посмотрим, вот тут получается корневая нота. Это соль диез. Мы можем еще сделать соль диез на октаву ниже. И неплохо звучит. Только осталось добавить 808 бас, что я уже сделал. И на начало аккорда ставим кик, чтобы больше был акцент, больше энергии придавалось треку, когда начинает новый аккорд играть. И обязательно делайте между аккордами паузы, чтобы слушатель мог отдохнуть немножечко от аккорда. И потом его уши плавно приедали следующий аккорд. Итак, вот у нас есть уже четвертый аккорд. Если мы раньше шли вниз, чтобы было более эпично, надо это как-то компенсировать и пойти вверх. Вот, допустим, с ноты ля диез будем стартовать. Добавляем квинту. Получается минорное уже трезвучие, в отличие от вот этого мажорного, потому что здесь у нас большая терция, это значит мажорное трезвучие, а тут малая терция, это значит минорное трезвучие. И можно верхушечку добавить. Можно иногда не соблюдать правила, типа делать промежутки между аккордами, некие паузы. Допустим, придерживаясь правила сбивка в конце квадрата или такта, можно делать, типа, аккорды слитые воедино. И делайте так, чтобы аккорды звучали ритмично. К примеру, как у меня уже здесь вырисовывается, два аккорда коротких, третий по длине. Два аккорда коротких, и сейчас мы сделаем еще третий. Вот, почему я выбрал ноту соль? А потому что эта нота еще не использовалась как какая-то корневая. Не знаю, будет ли это звучать так красиво, будет ли это как-то сочетаться с этим аккордом, но мы попробуем. Вот я добавил, тем временем, 828-й бас, и еще нужно добавить кики на начало каждого из аккордов. Вот мы столкнулись с проблемой второй ступени минора. Как известно, на вторую ступень минора нельзя сделать квинту. Конечно же можно, но вот эта нота ре, она не входит в тональность фа минор. Вот что могло было быть, если мы могли бы сделать минорное трезвучие, но мы, к сожалению, этого сделать не можем. Вот я убрал ноту ре. И, кстати, посмотрите, вот в этом аккорде я достаточно интересно поступил с нотой ля диез вот здесь. Можно точно так же сделать и вот здесь. Ну, это, понятное дело, не аккорд еще. И если у нас не получается сделать квинту, поднимаясь на квинту выше от ноты G, то есть соль, то можем сделать квинту, опускаясь на квинту вниз. То есть вот, 7 поводов на вниз, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. От ноты соль, это у нас нота до. Только ее поднимают на аккорд выше. Не сказал бы, что это как-то хорошо сочетается. Но вот тут вот я почувствовал, что можно использовать ноту до и на акктаву выше. И получается мелодия типа та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. И мы должны сделать так, чтобы аккорд звучал полноценно. К примеру, уже использованную ноту ля-диез можно использовать еще и второй раз, правда на акктаву выше. Но аккорды пока что между собой, к сожалению, не сочетаются. Как мы можем решить эту проблему? Нам нужно поискать ноты, которые могут портить аккорд. Вот, допустим, если нота до звучит хорошо на верхушечке, то она может плохо влиять на аккорд в середине аккорда, то есть на пятой октаве. Попробую ее убрать. Стало лучше. И давайте поищем ноту, которая могла бы сделать аккорд более приемлемым. Особо не подходит нота. Но мы можем вспомнить про гармонический или мелодический минор, который позволяет повышать седьмую и шестую ступени. Если мы повысим шестую ступень, то у нас получится не до-диез, а ре. А если мы повысим седьмую ступень, то есть ре-диез, то у нас получится ми. Вот, давайте попробуем с ми. И вот как теперь красиво звучит. Так что вспоминайте про гармонический или мелодический минор, если вы столкнулись с такой проблемой, то что аккорд не сочетается с предыдущим аккордом. Это что-то вроде спасительного такого материала, а это значит то, что им не стоит заупотреблять очень часто. И, конечно же, лучше всего он звучит в конце аккордовой фразы, как раз вот здесь у меня концовочка такая. И тем временем мы написали уже целую четверть дропа. Дальше у нас идет бас. Но чтобы он не наскучил слушателю с еднообразностью, мы используем прием из предыдущего дропа, а это автоматизация. Дальше нам нужно добавить сайчейн, нам нужно добавить кик и еще один кик. Дальше давайте уже писать аккордовую партию в медленной вариации аккордов, то есть не такими аккордами, а вот такими. Будет звучать лучше. Мы можем просто нагло взять, нажать Ctrl-Copy на старой партии аккордов, клонировать вот эту партию, и зайти в PianoRogue, версия аккордов, которая играет в два раза быстрее, и просто нажать Ctrl-V. Вот и все дела. Для красоты из старой партии убираем от рфа ретональности, и продолжаем уже здесь. Так, теперь что мы делаем? Мы должны как-то поменять слегка вот эту аккордовую партию. И все. Если у нас в предыдущем случае аккорды заканчивались сразу после того, как ударял снейр, то сейчас мы можем сделать чуть по-другому, к примеру, вот чуть-чуть подольше сделать, чтобы когда снейр звучал, аккорд еще звучал, и паузу потом было чуть покороче вот здесь. Вот тут тоже подлиннее. И не так уж и скучно. И теперь можно добавить всякой мелочи в аккорды, собственно. К примеру, это может быть вот такая маленькая нотка здесь, какая-нибудь нотка вот тут вот. То есть всякую мелочь можно добавлять, просто всякие призвуки, как будто это были ошибки, когда играл какой-то реальный музыкант, настоящий человек. Вот это разнообразие тоже имеет место быть. Мы так немного издеваемся, так сказать, над аккордом. Ну и надо бы добавить вот 808-й бас, конечно же. Действительно, так звучит полноценнее. И добавим еще бас. Вообще добавим бас вот так вот, что мой регулярно звучал через каждый квадрат. Так будет интересней. Еще нужно заморочиться насчет киков. Выставляете, конечно же, кики тогда, когда начинает играть новый аккорд, либо посерединке аккорда. Я лично не буду особо что-то новое придумывать и расставлю кики на слабые доли. Вот так вот. Еще перенесу ту же самую партию. И разве что можно где-нибудь кики убрать, чтобы так однообразно не звучало. И не забываем про сайдчейн. Вот как он играет огромную роль. Раскачка, отсутствие конфликтов. Вот зачем нужен сайдчейн. Продолжаем писать аккорды. К примеру, если вот тут я добавил нотку на втором аккорде первой части вот этой аккордной фразы, то вот тут вот тоже можно добавить нотку. Главное, чтобы ноты были именно в тональности. Я, к примеру, не могу просто ноту ре добавить, потому что она в тональности не находится. И она даже не находится в гармонической или мелодической вариации этого минора. Ну, вот так вот можно сделать, чтобы вот эта нота до диеза еще чуть-чуть звучала, когда следующий аккорд уже начинался. Будет более плавным. Таким образом, аккорд один переходить в другой аккорд, что тоже может круто звучать. Давайте послушаем, что уже получается. Единственное, мне не нравится призвук, который дается вот нотой соль. Попробуем, что будет звучать, если сделать соль диез. Тем более у нас вот тут вот соль диез присутствует в таком вот минорно-трезвучии. Послушаем. И да, звучит теплее и лучше. Мне это нравится больше. Что ж, получается у нас уже готова половина аккордной партии для дропа. И мы можем писать уже второй дроп. Там мелодия должна быть чуть-чуть другой, как я думаю. Ну, раз мы уже чередуем вот здесь вот у нас быстрые аккорды, здесь помедленней, то пускай у нас вот тут тоже будут вот здесь вот быстрые, а вот тут пускай будут помедленней. Итак, вот в этой области будем писать. Что ж, вот это вот мы клонируем. Вот отсюда вот аккорды удаляем. И теперь заходим в самую первую партию. Вот отсюда копируем аккорды с помощью сочетания клавиш Ctrl-A, Ctrl-C. И ищем нашу партию аккордов. И вот сюда запихиваем и слушаем. Так, можно вот сюда это все поставить во второй дроп, добавить 808-й бас. Добавим вот сюда вот первый кик. Ну и второй кик, потому что вот отсюда начинаться будет звучание. В принципе, можно не заморачиваться и сделать так, чтобы партия 808-го баса была одинаковая. Ну то есть, вот здесь вариации для коротких аккордов, здесь вариации для аккордов, которые звучат медленнее, но у которых присутствует звучание после того, как ударять снейр. Вот эту часть потом мы копируем и вставляем сюда. Все очень просто. Также можно разнообразить, опять же, звучание баса, как я это делал вот здесь вот ранее. Конечно же, с помощью автоматизации. Посмотрите видео, где я делал дроп. Если вы забыли, зачем я автоматизировал какие-то параметры у баса в первом дропе вот здесь вот. Тот факт, что бас звучит в втором дропе реже, чем бас в первом дропе, добавляет разнообразие. Но тот же тембр баса, он дает отсылку к первому дропу, из-за чего получается, что трек звучит целостным. Что делаем дальше? А мы продолжаем писать второй дроп. И мы уже написали первую половину аккордовой партии. Где же у нас аккорды? Аккорд у нас вот здесь. Пока что у нас та же самая партия аккордов, что и была в самом начале второго дропа. Но опять же, можем добавить что-нибудь новенькое. А можем что-нибудь убрать. Можем что-нибудь сделать пониже, например. Это уже интереснее звучит. Давайте попробуем, что будет, если второй аккорд будет иметь более высокую верхушку. Ну, пускай так и останется. То еще можно поменять. Можно убрать вот эти вот призвуки. И можно, допустим, добавить какие-нибудь якобы ошибки при игре. Типа вот здесь вот рука сорвалась, и нотка на полутон ниже встала. Здесь вот на два полутона ниже. Но здесь уже скучновато, потому что вот этот аккорд он уже присутствовал в начале этого дропа. Его надо как-нибудь разнообразить. Можно какую-нибудь мелодичную часть ему там сделать. Можно что-нибудь еще. Давайте попробуем прописать какую-нибудь мелодию на верхушке аккорда. Попутно будем добавлять барабаны. То есть, кик и снаир. К примеру, вот сюда. Вот сюда вот еще кик. И вот сюда вот. Можем, кстати, применить ту самую технику передозировки киками, что я, к примеру, делал в яме. Вот тут вот. Вот. Когда несколько киков идут подряд. То же самое я сделал вот здесь вот. Вот. Ну, причем я сделал передозировку киками в том месте, где аккорды не играют. И где не играет 288-й. В итоге мы ничего не теряем. Однако создается впечатление, как будто эти кики, они своей мощью прям все приглушают. Вот такой вот эффект прибавляет еще больше энергии в дроп. Теперь еще сюда добавим кики. Вот таким вот образом. Ну, почему я так делаю? Смотрите. Вот кики будут бить в тот момент, когда начинается 808-й. Исключительно, когда вот меняется нота 808-го. И еще один кик бьет, когда бас начинается. Вот и все. Все очень просто. Нам нужно разнообразить аккорды. Вот отсюда. Точно так же, как я это делал в первой части, вот этой аккордовой фразы. Не слишком так уж и приятно. Попробуем вот так вот. Вот я добавил рандомную нотку, соль диез. Что еще можно сделать? К примеру, можно применить прием отслаивания нот от аккорда. Отслаивание нот, это когда постепенно верхние ноты убираются. Вот, к примеру, здесь вот одна нотка исчезла. Спустя некоторый промежуток времени, и вот здесь уже аккорд звучит без ноты до. А верхушка является нота ля диез, а раньше была верхушкой нота до. Теперь слушаем. Вот эти вот нотки ля диез, они добавляют интересный призвук. Осталось написать последнюю четверть аккордовой партии. Будем использовать партию, которая у нас была самой первой, в самом начале второго группа. Второй раз будет звучать медленная партия. Надо сделать так, чтобы эта партия отличалась как-то от предыдущей партии, так называемых медленных аккордов. Воспоминаем, что у нас медленные аккорды о длинее, поэтому мы берем и чуть-чуть их вот так вот сдвигаем, чтобы они звучали в момент удара снейра. Остальные аккорды сдвигать смысла нет. Вот этот аккорд не надо сдвигать, потому что после него бас начинается. А вот этот последний аккорд не надо сдвигать, потому что этот аккорд последний вообще во всем дропе. Но и он, естественно, должен быть красивым. Хотя сам по себе аккорд не может быть красивым. Надо, чтобы он был красив именно в контексте всей этой прогрессии. Пока что у нас прогрессия вроде такая, в которой каждый аккорд друг с другом гармонирует. Что ж, можно добавить теперь разнообразие, добавляя рандомные нотки, которые могут являться составляющей такого аккорда, правда, на октаву выше или на октаву ниже, либо могут не являться составляющей аккорда, но могут являться составляющей тональности, в которой написан аккорд. Ну, я думаю, что стоит добавить еще барабанов, чтобы это звучало корректней, чтобы мы могли понимать, как это себя ведет в дроби. Значит, ставим вот сюда вот барабан. Давайте еще вот так вот сделаем, чтобы когда вот этот долгий аккорд играл, этот кик, чтобы разбавил этот аккорд с собой, еще и сайдчейн создаст такой художественный эффект. Вот, это здорово. Далее мы продолжаем писать аккорды. Что надо делать со вторым аккордом? Тоже добавляем ему какую-нибудь мелодичность. Нот, который не в тональности, который не входит в мелодическую и гармоническую вариацию этой тональности, не будут созвучены. Теперь надо разобраться вот еще с этим аккордом. К примеру, у него можно транспланировать вот эту ноту ля. Почему бы нет? Можно эту ноту ля сдвинуть. Можно вообще все, что угодно делать, добавлять ноту, убирать их. Самое главное правило, я еще раз повторяю, чтобы вот эти ноты, они входили в состав тональности, в который вы пишете трек. Это просто обязательнейшее правило. Вы можете делать ноты длинней, можете делать их вот так короче, но главное, чтобы они входили в тональность обязательно. Можете добавлять ноты. Но самое главное правило, чтобы они входили в тональность, и тогда будет звучать круто. Но даже если звучит не круто, то просто проверяйте, чтобы действительно все ноты входили в тональность, чтобы действительно аккорды друг с другом как-то сочетались по звучанию. Чтобы они плавно друг к другу переходили. А если уже клево звучит, добавляйте мелодичности, добавляйте случайных таких вот ноток, как будто бы кто-то ошибся, реально играя вот на этих аккордах. Ну и здесь прямо, само собой, просится повторение вот этих вот нот. То есть здесь, как бы, такая вот гармония. Консонанс еще называется, а здесь у нас уже диссонанс. Этот диссонанс требует разрешения. Можно очень красиво все это дело разрешить. Кстати, вспомните, как я связал вот так вот нотку, когда-то ранее, когда я писал какую-то другую партию во втором дропе. Вот так вот я связал предыдущий аккорд со следующим с помощью продления ноты. Вот так я это сделал и сейчас. Что вообще мы сейчас, по сути, делаем? Мы из старой партии просто берем и добавляем верхушек. Вот и все. Аккорды звучат по-иному, но мы просто добавили еще какие-то ноты наверх. И все, больше мы ничего не делали. Достаточно просто сделать небольшую прогрессию на один квадрат. Потом взять вторую вариацию аккордов, которая будет в два раза быстрее звучать или в два раза медленнее, чуть-чуть там что-то подвигать. А потом взять эти две партии и просто там добавить верхушки. И все, у вас уже готов полноценнейший просто мелодический дроп для фьючер-бейса. По крайней мере, сейчас это актуально. Остаются последние аккорды. Давайте их добьем нотами, которые обязательно должны входить в тональность. Если вы будете использовать ноты, которые не входят в тональность и не входят в гармонические и мелодические формы этой тональности, то вы добьете не аккорды, сделав их максимально красивыми и классными, а вы добьете свои уши, потому что будет дисгармония. А так мы можем добавлять ноты, которые входят в тональность, благо у нас и FU Studio позволяет сделать такой вот трафарит тональности. И вот мне попалась нота радиез. Вот здесь получается нереально красивый аккорд, но он все равно диссонирует. Нам необходимо как-то его разрешить. Как-нибудь, может, покороче сделать ноту, затем добавить ноту, которая бы входила в этот аккорд. Вот, к примеру, как раз корневая нота G, это тут тоже корневая нота G. Вот так вот. Но вот тут что-то нужно добавить в конец. Давайте добавим ноту, которая вот была тут недавно. Ну, тут почему-то просится какой-то прям завершающий аккорд. Давайте посмотрим, что у нас идет после дропа. Кстати, тут уже можно удалить трафарит тональности. Спасибо, что нам помог. И все, я его удалил. Он нам больше не нужен. Смотрим, что у нас тут дальше. Вот, у нас дальше идет аутро, и оно не сочетается просто с дропом. Билдап сочетается, а аутро не сочетается. И мы должны как-то связать аутро с дропом. Вот сейчас я докажу еще раз, почему билдап сочетается с дропом. Нужно доделать сам дроп. Как бы, по сути, мы аккорды все доделали. Возьмем, доделаем драм-партию. И это тут особо и не надо доделывать. Возьмем вот эти кики, где первый кик на сильную долю бьет, а два остальных на слабую. Вот этот вот ритмический рисунок. Так, добавим сайдчейн. Так, что-то мне тут хочется добавить еще один кик. Вот так вот. Мы дошли до того самого момента. Нужно добавить завершающий аккорд. Который бы был в аутро и который бы связывал аутро и дроп. Потому что и в аутро и в дропе будут присутствовать аккорды. Берем аккорд, который у нас изначально звучит на корневой ноте. Фа. Покороче его делаем. Практически вот то, что надо, но чего-то не хватает. Я думаю, стоит добавить что-нибудь еще на верхушку самую. Я думаю, что это неправильно, что используется нота до на самой верхушке. Но потому что это квинта. А если у нас будет нота корневая, то будет звучать лучше. Потому что это именно то, куда стремится вот эта вся прогрессия. А именно в разрешение. Вот, уже значительно лучше. Вот так уберет и разрешается. Только дело в том, что вот посмотрите, как тут все высоко. Везде ноты уже в шестой октаве, а тут фа в пятой. Так давайте транспонируем на октаву вверх. Ну и вернем ноту фа, которая улетела вверх на октаву. Теперь слушаем. Вот, просто идеально. Сделали то, что нужно. И конечно же, вот здесь продолжаем партию. Вот в аутро вот так. Вот так вот я теперь связал аутро с дропом. Ну а в предыдущем видео я вам говорил то, что в аутро нужно будет добавить еще и 808 бас. Основываясь на том, что у нас происходит с 808 басом в дропе. Так давайте это сейчас и сделаем. Берем партию 808 баса. И начинаем создавать партию 808. Вот здесь вот не будем делать 808 пока что. Пускай 808 бас начинается отсюда, с первого кика. Пускай здесь слушатель отдохнет немножко от 808 баса. И потом, через пару мгновений, когда вот ударят с нейр в аутро, снова начинает играть 808. Теперь смотрим на партию 808. Замьютим его, чтобы он не был слышен. И начнем прописывать 808 бас. Ставим каждый раз новую ноту с того момента, как новый кик бьет. Значит вот здесь у нас пока что на ноте FI играет 808. Вот здесь в принципе можно поднять на октаву выше 808 перед киком. Для внесения разнообразия. Вот транспонированный на октаву вверх 808. Так вот здесь тоже неплохо бы звучал 808, как мне кажется. Дальше уже присутствует какая-то статичность и скукота. Вот этот 808 бас лучше бы не играл на ноте FI, а какой-то излишек, если честно. Поэтому я его удаляю и добавляю, что у нас звучит в паттерне 808 баса, который используется в дропе. А это нота до диез. И звучит здорово, потому что опускается еще ниже, звучит как-то брутально достаточно. А дальше можно вернуться к 808 басу на ноте FI снова. Смотрим теперь, что играет параллельно в замьюченной партии. А это нота Sol диез. Сюда мы ее и поместим. Можно соль и сюда добавить. Далее я добавляю исключительно то, что звучит параллельно в замьюченной партии. Опять же, вот тут вот, пускай слушатель отдохнет от 808-го. И по сути мы партию уже дописали. Мы можем просто ее вот так вот скопировать. И все. Интер готово. Можно ради интереса еще добавить снейры. Вот эти. Теперь вернемся к дропу и послушаем, как он звучит и что можно здесь апгрейдить. И все. Продолжение следует... Мы можем добавить множество инструментов из других частей трека. Можно добавить некоторые инструменты и с первого дропа, таким образом разнообразие, второй уже дроп. Но этим мы займемся в следующем видео, в котором мы закончим писать этот трек.